О том, что происходит сейчас в регионе, расскажу я, Августа Филатова. Здравствуйте! В этом выпуске. Региональный Роспотребнадзор заявил, что альтернативы прививке от коронавируса нет. Подробности через минуту. Ярмарка вакансии. Архангельские выпускники медицинского университета на расхват. Одна из конышских школ находится в аварийном состоянии, но дети продолжают учиться. Родители добиваются строительства безопасного здания. Альтернативы прививке в борьбе с пандемией коронавируса нет. Такое заявление сделал региональный Роспотребнадзор. Впрочем, этого мнения придерживаются многие специалисты по всей стране. Этой теме посвятили круглый стол организованной Общественной палаты Архангельской области. Более 60 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Столько зарегистрировано в регионе больше, чем за год. Темп прироста инфицированных сейчас ниже, чем в среднем по стране. С начала марта случаев выздоровления больше, чем случаев заболевания. Весь период наблюдения специалисты условно делят на первую волну с марта по июль прошлого года и вторую, которая началась в сентябре. Позиция Роспотребнадзора третью волну сможет остановить только иммунизация. История борьбы с инфекциями другими показала, что только массовая иммунизация населения дает эффективные и длительные меры сдерживания и контроля над развитием этих инфекционных болезней. Если вы помните, то ОСПУ таким образом удалось победить. Вакцина от COVID-19 поступает в регион централизованно по линии Минздрава страны. Принцип распределения препарата пропорционально количеству людей, прикрепленных к учреждению здравоохранения, а также наличию остатков вакцины. По данным на 7 апреля первично в регионе привито больше 50 тысяч северян, полный цикл вакцинации прошли почти 37 тысяч человек. Если мы начинали 16 пунктов вакцинации, а в принципе изначально в октябре, когда 42 дозы поступила, пробная партия вакцины, у нас был один пункт вакцинации в Архангельской городской клинической поликлинике номер один. На сегодня это 83 пункта вакцинации. Завтра ожидается поставка еще 3000 доз вакцины. Как подчеркнули эксперты на круглом столе, важным элементом защиты от распространения COVID-19 по-прежнему остаются соблюдение санитарных норм, ношение масок и личная гигиена. Однако общая задача – привить 60% населения. Для Архангельской области это 519 тысяч человек. Артемий Заварзин, Регион 29. Участковые терапевты, онкологи, фельдши – вот далеко не весь список самых востребованных медицинских профессий. За каждого специалиста, выпускника Северного государственного медицинского университета – конкурентная борьба между работодателями. Она развернулась на ярмарке вакансий. На ней каждый студент медицинского вуза мог познакомиться с учреждениями здравоохранения. Ярмарка вакансий – словно аукцион. За каждого потенциального специалиста – борьба. Здесь несколько десятков выпускников медицинского университета. Один из них – Кирилл Цибульский, будущий терапевт. Ярмарка вакансий – это встреча с перспективными работодателями, которые позволят на данный момент, то есть сейчас, возможно, уже выбрать будущее место работы. Для того, чтобы потом не искать, а уже сейчас договориться с работодателем, примерно оценить свои возможности, оценить условия, которые будут на будущем рабочем месте и уже выбрать свое, грубо говоря, первое место работы врачом. Кирилл готов работать не только в столице Поморья. Молодой человек рассматривает вариант переезда. И такая возможность у него есть. В ярмарке участвуют представители учреждений здравоохранения, в том числе соседних регионов. Учитывая, что у нас сейчас произошла коронавирусная катастрофа, у нас открылось много вакансий, потому что доктора, они некоторые не справились с такой огромной нагрузкой, и те, которые планировали идти на пенсию, не уходили. Поэтому у нас есть острая необходимость специалистов именно первичного звена. Нам очень нужны врачи-терапевты участковые, очень нужны врачи-хирурги. Кадровый голод испытывает и Котловская центральная городская больница. Сейчас ее укомплектованы специалистами чуть более 60%. Ярмарка вакансий, отмечает главный врач Котловской центральной горбольницы. Хорошая возможность подобрать будущих сотрудников. Больница достаточно крупная, она интересна в плане профессионального роста выпускникам в ряде крупных в Архангельской области. А потом у нас есть там свои нюансы, которые мы пытаемся и помочь, и привязать, скажем, ординаторов к себе. Мы платим дополнительную стипендию своим ординаторам 8 тысяч в месяц, что является существенной поддержкой для молодых специалистов. В этом году в ярмарке участвовали не только работодатели, но и представители региональной власти. Александр Гештанский обратил внимание работодателей на развитие института наставничества. Прошу вас уделить особое внимание институту наставничества и аккуратности, насколько привлечь ученика легко, а вот оставить и скрепить его на месте, создать на него будут приятные условия для работы и для повышения его квалификации, это крайне важно, поэтому прошу обратить на это внимание. В этом году в УЗЕ 497 выпускников. 80 из них после окончания учебы пойдут работать по целевому договору. Один из них и наш герой Кирилл Цибульский. Без пяти минут участковый терапевт отмечает, что выбор вакансий большой. Каждый выпускник сможет найти себе подходящее место работы. Карина Заплатина, Мария Даник, Евгений Языков, Регион 29. В школу с риском для жизни в Коныше дети вынуждены учиться в аварийном здании. Родители и педагоги бьют тревогу. Они намерены добиться строительства новой школы уже в этом году. Конышская школа встретила своих первых учеников в 1968 году. Сегодня она продолжает работу. Несмотря на то, что в здании проваливаются полы, рушатся стены, обваливается потолок. К тому же из туалета доносится едкий запах. В 2019 школой заинтересовался Роспотребнадзор. Деревянную постройку признали аварийной и решили построить новое здание. Но годом позже суд запретил строительство, так как на этом месте когда-то было кладбище. Мы готовим школу для включения ее в программу комплексного развития сельских территорий. Обширна такая программа, которая позволяет многие объекты в нее включать. Ежедневно в поселковой школе знания получают 417 детей. Количество учащихся с каждым годом растет, в то время как условия получения образования становятся хуже. Количество детей у нас не уменьшается. Это говорит о том, что школа будет востребована. Вместе со строительством новой школы будет построено спортивное ядро. Это даст возможность нашим детям заниматься полноценно физкультурой и спортом на современных спортивных сооружениях. Таким образом обеспечить досок наших обучающихся и в летний период времени. Родители бьют тревогу. Они решительно настроены добиться строительства новой школы. О том же мечтают и педагоги, которые боятся работать в аварийных помещениях. По той же причине в лесозаводскую среднюю школу не спешат молодые учителя. Там стена-то вот, наверное, не знаю, на честном слове держатся стены. Там такой перекос, это вот страшно, бог какой-то. Там вот и под окнами там все сгнило, это точно. Вот даже ничего не говорит. У нас если поддувал нету, так не продувается за лето, нету ничего. Полы-то гниют, гниют стены, гниют все. Появится ли в Коноши новая школа? Здание планируют построить по федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Попадет ли школа в программу, станет известно в конце месяца. К слову, в регионе уже есть опыт строительства таких объектов по данной программе. Дарья Евграфова, Павел Балашов, регион 29. В преддверии Дня космонавтики депутаты Архангельской городской думы вручили грамоты воспитанникам детского дома номер один за участие в конкурсе, посвященном 60-летию первого полета человека в космос. Мечтают ли сегодняшние дети стать космонавтами, узнаем у Алексея Макеева. А я тоже хотела в космос полететь. Представляете, все хотели. Конечно, дети должны мечтать и рисовать, выражая в рисунках свои мысли и желания собственного видения мира. В этих каждый постарался показать все, что знает о космосе и первом космонавте. Конкурс среди воспитанников детского дома номер один провели по инициативе общественной организации «Союз женщин России». К этой акции присоединились и Совет ветеранов, и депутаты городской думы. Поэтому на территории Совета ветеранов все желающие, все гости, приходящие на мероприятие, могли оставить свой голос за понравившийся им рисунок. Помимо грамоты от городской думы, для самих ребят важна еще одна высокая награда. Их рисунки в День космонавтики выставят в подмосковном звездном городке. Они очень даже удивились, что их рисунки выделили и отправят настоящим космонавтам. Они были очень счастливы этому. Ксюша Шишова даже написала письмо космонавтам, которые сейчас находятся на орбите. Вы, наверное, сильно скучаете по своей планете, находясь вдали от нее. В преддверии замечательной даты я хочу от всех детей нашего детского дома от души поздравить вас с Днем космонавтики. Народные избранники и представители женсовета округа Воробина-Фактория приготовили для воспитанников детского дома сладкие подарки и наборы для рисования. Дети из детских домов, они не специально находятся в детских домах. Однозначно их надо поддерживать, потому что все дети – это наше будущее. Что касаемо патриотического воспитания, у нас много прославленных праздников, важных для нашей страны. Это и первый полет человека в космос, День Победы и много других праздников. А это значит, есть повод через такие акции сделать жизнь детей, растущих без родителей, чуть более яркой. Алексей Макеев, Александр Кузнецов, Регион 29. В Холмогорском районе закрыли лыжный сезон. Спортсмены собрались на стадионе «Лесная сказка» Матигора. Старты прошли на призы районной газеты «Холмогорская жизнь». Для участников 8 номинаций. Самая младшая категория до 10 лет, самая старшая от 60. Раздельный старт – это вообще красиво, когда вот именно кто-то впереди бежит, и я догоняю. Очень приятно, что собрались как любители спорта, так и профессионалы. И мы надеемся, что любителей будет больше тех, кто все-таки будет за здоровый образ жизни. Победителям грамоты, медалей и, конечно, подписка на любимую газету «Холмогорская жизнь». К этому часу все. Итоги в 19.00. Не прощаюсь. Субтитры подогнал «Симон»